Приветствую вас! Ваш вопрос, он безусловно понятный мне. И думается мне, что проблема заключается в том, что с вами произошло после рождения ребенка. То есть вы говорите, что раньше вы работали много где, и у вас все было вроде бы здорово, но после рождения ребенка все изменилось. И вот здесь, собственно, и кроется момент. Вот здесь, собственно, и кроется момент. Все, что вы описали, это очень все здорово, но как бы это все не то. Это все не то. Вот вы говорите, рожден много где и кем работал, но после того, как забеременела, на работу не выходила. Почему не выходили на работу? Какие у вас отношения с мужем? Какое у вас отношение к ребенку, что он стимулирует вас к тому, чтобы просыпаться каждый день в смысле о том, как здорово, как здорово, наконец, наступил новый день, что я могу сделать для своего ребенка. Такое ощущение, что вы довольно энергичный человек, довольно амбициозный, но из-за семьи вашей, из-за семьи вы перестали чувствовать себя личностью. Вот вы говорите, что у вас деперсонализация, то есть вы перестали принадлежать самой себе. И это связано, скорее всего, с тем, что семья стала для вас тюрьмой. А так быть не должно. И, соответственно, прежде чем вы будете что-либо делать в этом направлении, прежде чем вы что-то будете делать, по мнению, для начала озаботиться личными границами своими. По мнению, для начала озаботиться тем, насколько вы живете для себя, насколько вы любите себя, насколько вы заботитесь о себе, насколько вы цените себя, любите себя, как много времени вы посвящаетесь себе, дает ли вам мужчина возможность почувствовать себя женщиной. Вот эти моменты сперва нужно выяснить. И уже потом, когда вы будете чувствовать себя, когда вы почувствуете себя собой, тогда эта ясность и к вам придет. У вас на самом деле очень интересное состояние. То есть вы начинаете с описаний терминов, с описаний терминологии. Если у вас есть признаки деперсонализации, то какое лечение вам прописали? Почему вы их бросили пить на атропах? То есть вам их прописали, вы их бросили пить. Почему? Непонятно. Вы же не врач, и то, что вы считаете, что лекарственные диски помочь, это ваше мнение. А почему вы не доверяете врачам? Не очень понятно. Ну и, собственно, ждать, что оно пройдет само собой, и как бы не стоит. Вот вы говорите, что я знаю, что дереализация и деперсонализация это защитная механизм для миссистемы. А откуда вы это знаете? Деперсонализация происходит, когда человек перестает чувствовать свою самостоятельность. Деперсонализация происходит, когда его подавляют, когда ему не позволяют быть собой. Почему вы считаете, что это защитный механизм? Это не защитный механизм. Это результат, вследствие той среды, в которой вы живете. И говорить о том, что это защитный механизм, я бы не сказал. Дереализацию можно описать, как деперсонализацию, как когнитивный диссонанс. А деперсонализацию можно описать, как потеря целостности личности. В следствии того, что нигде нет возможности проявить себя как личность. А личность это выбор. Личностный выбор. Да? И вопрос к вам. Когда вы в последний раз делали личностный выбор? Свой. Самостоятельный. Вот так. У многих матерей, современных, есть подобные проблемы. То есть, потеря себя, потеря своей личности, и так далее. Святано это с размыванием личностных границ, и полной потерей личностного пространства. Плюс, в разный случай, ваш муж, скорее всего, там есть определенные проблемы. Может быть, он вас случит, но там есть определенные проблемы. И ваше отношение к ребенку и свое восприятие себя как к матери, вот это вот является ключевым моментом здесь. И, соответственно, личные границы должны быть сознания. То есть, есть то, что принадлежит только вам, все для вас важно. Присходя из ваших ценностей, личные границы, это и физическое проявление, то есть, определенный уголок, куда никому нет доступа, кроме вас. Это и обязательное время, когда вы принадлежите только себе и делаете что-то для себя. и это личностный выбор. То есть, только через выбор, то есть, только через собственные решения можно обрести вновь ясность мыслей. А туман — это когда все решают за вас. Игорь Игорь Леонидович, то есть, нужно понять саму суть, для чего это за решит, а потом научиться получать это иным способом. Это может быть. Но для этого нужен анализ вашей ситуации, вашей жизни. То есть, я допускаю, что вы были энергичны, вы были очень такой активны, потом у вас возможность проявлять активность, сняли, так как ребенок, ребенок у вас родился, но тогда зачем вы его рожали, зачем вы родили замуж, не очень понятно, если они наработались. И возникло это состояние. То есть, состояние, которое как бы подавляет вашу активность в угоду роли матери. Я допускаю, что так может быть. И чтобы вновь вернуться к тому состоянию, которое, кстати говоря, таким, как было, уже не будет, нужно делать то, что я говорю. А на этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.